МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день планы отремалось реализовать на 60%. Аукционы проходят практически каждый тыдень. Зараз, например, плануется пропоновать два объекта с загонной першепожатковой ценой в 28 миллиардов рублей. У нас в Гомеле сегодня два крупных объекта. Это бывший кинотеатр юбилейный, бывшее здание суда областного, расположенное на Советской улице. Находятся они не в плохих местах города Гомеля, на проходных улицах, и, естественно, цена у них довольно высокая. Но в связи с тем, что мы только еще в начале пути, и сказать об изучении спроцесса еще рано. Но этими зданиями интересуются. Будинок Булога суда, например, не только находится у самом центре Гомеля и мая усея необходимая инженерная сетка, але и заявляется помником архитектуры. 2000 квадратных метров оценены у 15 миллиардов. Прикладно стольки, до речи, плануется отримать от продажи блогово-вытворчого будинка системой видеоназирания, автономным инфрачервонным обогревом, пожарной и оховной сигнализацией. Довольно поспеховыми у фонде Гомель оболмаемость называют акционы, які отбились на минулом тыдне. Пять продаденных объектов и маль 1,5 миллиарда рублей в бюджет. У Гомельском районе, например, продали шастиповерховый будинок. Сгодно с планами нового владельника, тут будет медицинский центр и база отпорчинку. У Петриковском районе, в былой школе, створить агрессядибу. До речи, тенденция этого года на бытие объекта под жильем. Для этих метров продадена чверть будинков. На первом месте размещение вытворчасти, потом открытие объекта в Ганлю, продорожного сервису и садскую быту. Поспеховость селедних акционов у Гомель оболмаемости плумачить некакими причинами. Вся рот основных, першопочатковая цена николи не повышается, а изнижается вельми часто. В этом году мы отмечаем рост продаж на 35%. У нас предлагаются объекты в достаточно хорошем состоянии, по привлекательной цене. Цена у нас не растет, продаем мы в белорусских рублях, поэтому проявляется большой интерес со стороны покупателей. Также выставляем объекты под различные цели. У нас снижение предлагается на 20, 50 и 80%, а также за базовую величину. Алексей Чаров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель». На Гомельщине заховывается пожаро-небеспечное становище, обумовленное отсутностью опадков. Об этом сегодня поведомил первый наместник начальника Гомельского областного управления МНС Сергей Мялешкин подчас программы «Задай пытание уладе» на Радио Гомель+. Летний период для супрацовников МНС отрымался саправды с пякотным. Статистика здарения удоволи сумная. У середнем, что день региструется каля 25 узгаранья у экосистемах. Нередко по вине грамадян, які не глядзичи на заборону, протягивать, наведывать лесы и распаливать вогнищи. Людей навык не спыняя администрационные покаранья у померы 30 базовых величинев. Треба нагадать, что заборона на наведывание лесов в области дейничая и зараз. Тым часом пожары протягивать приходит с суседней Украины. Один з їх трапил на территорию Лельчицкого района и распаусюдзиўся каля агрогородка Глушковичы. С початку пожар за крану площу 90 гектаров сёни вратавальникам удалось искоротить ее до 70. Сейчас принимаются все меры, создан оперативный штаб, куда вошли и представители работников леса, и работников МЧС, и местных органов власти. Стягивается вся возможная техника, привлекаются люди увлечены, чтобы данные пожары локализовать, ну и, соответственно, в дальнейшем ликвидировать. На протягу дня сёня в жыхары Гомеля чували пах гару и могли бачить смог над городом. Однако, как поведамели супрацовники МНС, фактов узгаранья у областным центры и Гомельским районе не было зафиксовано. Такие зявы могут быть обумовлены пожарами на торфяниках у Будака-Шалевским районе. Информационные технологии протягывают и умоцовывают свои позиции у розных сферах обслуговывания. Сучасных методов работы по трабуе и ахова здоровья. У многих медицинских установах уже вядется электронная карта-тека и ожитивляется запись на приём. И всё же информатизация больницы-поликлиник идёт повольно. Одна из причин – слабая подрыхтовка медицинского персонала. Вырошить яеда поможет новый адукационный проект, который стартовал у Гомеля. Подробности у наших корреспондентов. Средний взросл медицинских супрацовников – 43 годы. Многие из них не володуют навыками работы на компьютеры. Организация «Ховы здоровья» не пропонует своим супрацовникам махчимость навучания. Самостойно оплатить курсы многим просто не по кишине. Звычайно, их кошт начинается от полтора миллиона рублей и высшей. З идеи социального и адукационного проекта выступили члены Гомельского областного союза «Жанчин». Проект носит название «Твои надежды и перспективы». Он направлен на то, чтобы обучить средний медицинский персонал компьютерной грамотности. Большая часть, кто будет тут работать и кто будет обслуживать – это благотворительный вклад нашего женского актива и заинтересованных людей с тем, чтобы поднять эту тему и ее развить до государственного масштаба. На реализацию проекта накировано 800 евро. Эти сроки были выдаткованы на техническое оснащение навучального кабинета. Занятки уже распочались и проходят в Гомельском медицинском колледже. Удельники проекта продают навучание бесплатно. До речи, эту идею поднимало Гомельское областное громадское объединение «Социальные проекты». Предусмотрен конкурс мини-инициатив, мини-проектов организации. И в качестве всего победила 5 проектов и в числе победителей инициатива Белорусского союза «Женщин» – компьютерные курсы. Проект различен на 5 месяцев. За этот час навучание продают каля 60 человек с лекой среднего медицинского персонала у Гомельской областной клинической больницы. Цекавость проявили и иншая организация «Ховы здоровья». И уже сегодня авторы проекта ведут работу по отримании гранта, які дозволят ихапить медицинские установы Гомельского района. Вольга Вальченко, Александр Александронец, Телерадо, компания «Гомель». Международный обмен в опытом, новаторские рашенни и пропановы у сферы эдукации обмерковывались за круглым столом. Гомель и Бранск протягивают выкладшицкое супрационництво. Гэтая сустреча – одно из мероприемствов у Жневинской педагогичной нарады. С подробностями Катярына Сапельникова. Сегодня подобное партнерство – взаимодопомога в пошуках актуальных решений в системе эдукации. Тема повышения якости научения школьников склала основу диалогу. Кожный бок преподавал свои перспективные погляди. Я понял, что у нас очень много общих идей, главное – много общих проблем, пути решения которых мы усиленно ищем. Я скажу ответственно, что городской отдел образования города Гомеля, он уже нашел пути решения некоторых проблем, над которыми мы сейчас еще только работаем. Такая тесная совесть обумолена у першую чаргу исторично и географично, а для некоторых гомельских школ подобный контакт с Бранском перерос у себя броуства. За круглым столом обмерковывались актуальные темы системы эдукации, дистанционное навучание, развитие творчого потенциалу и умоцевание материально-техничной базы. По мере того, как будем ближе подходить к этим вопросам, будут наиболее, на мой взгляд, практикоориентированные формы, которые будут предлагаться именно для обсуждения. Поэтому мы сегодня не говорим о том, что будем какой-то план такой дальносрочный, скажем так, разрабатывать. Говорим о том, что есть такая потребность, значит, будем встречаться. По выниках сустреча гомельские педагоги отримали запрошение на новуковую нараду Убранску. Катерина Сапельникова, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у филияли номер 300 Гомельского областного управления открытого акционерного товариства «Ащадный банк Беларусьбанк» отбылось ушанование першоклассников. Приемные подарунки от организаторов отримали ребята, які у першиню сбираются в школу. Среди них дети супрацовников банка, а так само выхованцы детячих домов семейного типа, в будовнецтве яких предприемство примало удел. На доброчинную акцию были запрошены коля сотни детей, полова з яких – выхованцы детячих домов семейного типа Шачерска, Хойников и Рычицкого района. Почас мероприемства их батькам-выховальникам были уручены сертификаты от Беларусьбанка на сумму 12 миллионов беларуських рублев. Межтым усе юные удельники доброчинного свята так само отримали приемные подарунки от организаторов. До того же им была пропонавана цікавая забауляльная и одночасово познавальная программа, як до прикладу удел во уроку финансовой письменности. Варто означать, проведение подобных акций Беларусьбанкам стало доброй традицией, бо клопот про детей в гэтым предприемстве за усёды у прайоритетия. Мы практически делаем это ежегодно, и не только мы такие акции проводим к дню 1 сентября, периодически проводим урок финансовой грамотности. И вообще стараемся все различные мероприятия, которые интересны, которые проводятся в банке, конечно же приглашать деток, приглашать деток до школьного возраста. Мы их знакомим с нашим учреждением, с нашей работой. Как бы это у нас разработано, это наша задача, это наши цели, и, в общем-то, мы стараемся это делать из года в год. Вядомый гомельский фотомостак Олег Беловусов представил свои работы у музея-аутографа при Центральной городской библиотеке Мягерцена. Правда, на гэты раз экспонатами стали не фотографии, а картины. Экспозиция под названием «Крымские этюды» объеднала 26 работ, а для устравания у яких знайшли пейзажи Крыма. Олег Беловусов народился у Евпатории. У школьные годы пришёл у фотомостатства и застался им на 25 годов. Свои работы на персональной выставе у першыню представил у 1996-м годе. Зараз у якости фотокорреспондента активно супрацовничая со многими периодичными выданьями. Разом с тем признается, что занятки фотографией уже не дозволяют ему полностью реализовать себе. Так у творчим пошуку Олег пришёл до живопису. Финальный этап республиканской спартакеяды работников лесной господарки пройшёл у Калинковичах. Турниры по межзборным и лесгасов по своим напалий в зроюню майстерства могли порауняться с профессийными першынствами. Корреспонденты телеканала Мазыр сачили за споборництвами. С самого старту финального этапу спартакеяды было бачено, як серьезно, примаючи бок, ставился до ускладенной на его задачи организации турниру. Мясцовые специалисты працавали и нибы на олимпийских гульнях. Зрешты для работников лесной господарки ГТС «Партакеяда» по великим рахунку такой изъявляется. Мы сегодня принимаем спартакеаду республиканскую работников лесного хозяйства. У нас они проходят по очереди в каждой области. Вот настал наш черот. Мы выбрали Калинковицкий район, Калинковицкий лесхоз здесь на базе проводим эти соревнования, потому что здесь хорошая база есть. Напряженная такая обстановка, спортивная атмосфера. Мы недавно смотрели здесь футбол. Такая живая, интересная проходит «Спартакеада» в целом. Так что мы в целом довольны. Но посмотрим в конце «Спартакеады», какие результаты будут. Надеемся, что мы тоже выступим достойно. Виды спорта судейский комитет подбирал популярные и доступные удельникам, которые являются не профессиональными спортсменами, а спортсменами-аматорами. «Спартакеады проходят по восьми видам спорта. Это традиционный мини-футбол, волейбол, поднятие гири, настольный теннис, шашки, стрельба из лука и настольный теннис». Первое место по выниках «Спартакеады» заняла команда Могилевской в области. Господары – представники Гомельской в области на четвертой позиции. Зато и у нашей команды есть перемога в геровом спорте и переходный кубок «Зубара». А у «Вогули» на подобных «Спартакеадах» уже сам удел заявляется перемогой. «Скажем так, это рабочая «Спартакеада». Здесь вопрос не в достижении каких-то больших результатов. А чтобы команды собрались, пообщались. Все-таки раз в год общение между областями не так часто происходят. Вот поэтому команды встречаются, общаются, все довольны. Людям нравятся такие проведения «Спартакеады». Они получают зараду бодрости. И «Спартакеады» поэтому это хорошо. Это надо проводить в дальнейшем. Про сгод аматоры спорту злику работников белорусской лесной господарки сберутся знов уже у іншим городе. Але без сумневу гэты «Калинковицкий турнир» застанется у спортивной гистории Галины як один з лепших. Яуген Монархович, Луна Шаловская, Вячеслав Приписно, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокампании «Гомель». Новины регионы. Информацию об проектах телерадиокампании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті. По адресе www.tvrgomel.by. И на гэтым наш информационный выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнаценко. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Наталья Игнаценко. Продолжение следует...